Добрый вечер. Это программа «Здравый смысл» в студии Алексея Вербицкой. Сегодня вновь говорим о начале отопительного сезона. Артур Гузаиров, заместитель главы администрации, сегодня у нас в гостях. Добрый вечер. Добрый. – 64-86-86, телефон прямого эфира. Телезрителям можно звонить, задавать вопросы. Тул Савченко, мы с вами увиделись в этой студии вот две недели назад. Что изменилось с этого времени? Какая работа проводится сейчас по подключению тепла в дамы? – Ну, основное, это понятно, что это запуск квартирных домов, это запуск системы отопления. На сегодняшний день увеличилось количество домов подключенных. Если у нас на тот момент было порядка двухсот, на сегодняшний день это уже тысяча шестьдесят четыре дома, которых у нас подключено. – Какая работа проводится муниципальными службами ЖКХ? Какая работа со стороны управляющих компаний? – Ну, после окончания отопительного сезона 2016-2017 года был утвержден план-график подготовки инженерных сетей к зиме. То есть, в течение лета мы готовили сети, проверяли управляющие компании на предметы их готовности, то есть, подготовки системы отопления, промывки баллеров, опрессовки их и так далее. – Угу. Есть у нас звонок, слушаем вас. Здравствуйте. – Сдавайте вопрос. Алло. Слушаем вас. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Трубников 18, 33-я квартира. Отопление включили 23-го числа. Заявки управляющая компания диспетчер принимает, но до сих пор диспетчеряне пришли, не отрегулировали. И вчера служба 112 заявку отказалась принимать. – Спасибо. – Спасибо за вопрос. Я записал, завтра разберемся, в чем проблема, почему не реагирует управляющая компания на заявки, которые поступают от жителей. – То есть, уже должны, в принципе, принимать заявки? – Да, конечно. Мы заявки уже принимаем, в том числе у нас есть и телефон горячей линии, который оперативный. Завтра разберемся в причинах. – А какой телефон? Куда звонить жителям на горячую линию? – У нас работает горячая линия, это служба 112, единая диспетчерская служба, и также у нас работает горячая линия в дневное время. Это телефон управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства, телефон 64-78-26. – Угу. Еще звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Задавайте вопрос. – Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот мы живем на Вайнера 5, и нам не подключают отопление. Говорили в субботу, потом сегодня, говорят, у вас включено, но ни у кого соседей нету. И они, говорят, мы даже не знаем, когда у вас подключат. – Ну, по Вайнеру, насколько я знаю, там есть технический инцидент, который на тепловых сетях СТК должны буквально, сегодня не успели закончить, завтра закончить, я думаю, в течение завтрашнего дня ваш дом будет подключен к системе отопления. – Угу. Если эту ситуацию брать в общем, в какие сроки все-таки все дома уже планируете подключить? – У нас по графику, если не будет никаких нештатных ситуаций, мы планируем буквально за завтрашний, послезавтрашний день запустить 100% всех домов города. Останется только это инциденты, которые связаны с обработкой стояков, перепуск. Это проблемные дома у нас обычно складывают с верхней разводкой, когда необходимо через чердак просто сбрасывать воздух, чтобы систему отопления просто поставить на циркуляцию. – Каким образом эту ситуацию отслеживаете, мониторите текущую? Как это работает в администрации? – Мы ежесуточно эту ситуацию мониторим. Во-первых, мы утром проводим штабы, когда докладывает каждая управляющая компания, все ресурсоснабжающая компания, о ситуации, которая произошла у них, во-первых, за ночную смену, какие планы по подключению, по запуску многоквартирных домов стоят на день. И на 18 часов мы подводим итоги, какие фактические мероприятия были проведены в течение дня, то есть соответствуют ли они плану, и если они не соответствуют, причины их отклонения от данного плана графика. – Что касается финансовой составляющей, есть вообще федеральские практики, когда на прямые расчеты потребители переходили с ресурсниками? – Ну, в действительности у нас более 65% жителей города рассчитываются по прямым расчетам, то есть напрямую с ресурсоснабжающей организацией. Данная, значит, возможность действительно есть у жителей в рамках 55-й статьи жилищного кодекса, ну и в рамках 124-го постановления правительства Российской Федерации, которое позволяет в случае наличия задолженности более двух месяцев управляющей компании, ресурсоснабжающей компании, не расторгнуть договор с данной управляющей компанией, и перейти жителям на прямые расчеты. – То есть со Свердловской типоснабжающей компанией тоже можно перейти на прямые расчеты, и в том случае, если, допустим, управляющие компании, крупные управляющие компании Упераевска копят долги? – Ну, действительно, такая возможность есть, но надо не забывать, что это всего изделения, во-первых, это жители, когда они согласны договору управления, либо они доверяют управляющей компании производить начисление, сборы, перечисление данных средств, либо они в рамках 55-й статьи жилищного кодекса, как я уже обозначил, перейти на прямые расчеты, то есть путем проведения общего собрания, и таким образом свою волеизведение выявить, и, значит, обозначить управляющей компанией. – Сейчас на старте отопительного сезона удалось ли урегулировать споры с ресурсниками, споры управляющих компаний с ресурсными организациями? – Да, нам удалось это, значит, мы провели некоторую работу, были достигнуты некие соглашения между ресурсно-набжающей компанией и управляющими компаниями, которые позволили нам продолжить плавно запускать дома в городе. – То, что касается, все-таки, возвращаясь к теме прямых расчетов, как они осуществляются в случае перехода потребителей на прямые расчеты с теми же СТК? Не возникнет ли какой-то путаний со сквитанцией, не возникнет ли проблем с оплатой, не будет ли это сложнее, чем вот, ну, та налаженная схема, скажем, которая уже действует сегодня при всех ее там недостатках и так далее? – Ну, как я уже выше сказал, что порядка 65% жителей города уже на сегодняшний день рассчитываются, и они на сегодняшний день не испытывают никаких негативных, я не знаю, там, всевозможных действий, которые бы позволили им неудобства, приносили бы какие-то неудобства, либо там какие-то иные моменты. – Сейчас жители могут рассчитывать уже на перерасчет, если у них тепла нет? – Значит, если в соответствии с графиком ваш дом не подключен, в соответствии с постановлением администрации, который был обозначен, действительно каждый житель имеет право на перерасчет. – Для этого что нужно сделать, чтобы он получил? – Ну, для этого, во-первых, если это отсутствуют параметры, это, значит, необходимо фиксировать в управляющей компании данную заявку. Если это отсутствие фактического подключения, у нас данная информация есть по каждому дому, в разрезе каждого дома, когда фактически он подключен, и если он отклоняется от графика, в любом случае дата подключения и начисления платы за отопление будет с той даты, в которой фактически я подключен дом. – Ну, и традиционный вопрос, еще раз проговорим, куда обращаться с жителем, чтобы все-таки наиболее эффективно вот эта жалоба была, чтобы она подействовала, чтобы дали тепло в конце от конца. – Ну, хотелось бы, конечно, еще раз напомню, это служба 112 единая диспетчерская, во-первых, где принимают все заявки в круглосуточном режиме, то есть, где передается в управление жилищно-коммунальное хозяйство, либо на горячую линию управления ЖКХ, по телефону 64 78 26. – На практике часто так происходит, что вот сейчас вот на старте отопительного сезона тепло дают, там час-полтора, может быть, батарея теплая и горячая, и затем тепло исчезает. Почему так происходит? – Ну, надо бы знать, что температура теплофеката напрямую зависит от температуры наружного воздуха. Если ниже температуры, соответственно, температурный график предусматривает понижение и увеличение, соответственно, температуры теплофеката. То есть, все зависит от температуры наружного воздуха. – Нет, это мы говорим о том, как регулируется в соответствии с погодой. Я спрашиваю о том, почему сразу не могут запустить тепло те же управляющие компании, и вот в этот пробный период очень много людей обращаются с жалобами. Когда тепло якобы дали, на самом деле оно исчезает, через час-полтора происходит некий сбой. – Есть такие моменты, когда это перепуск отопления, это когда завоздушены, во-первых, стояки, система отопления, есть какие-то технические отказы на общедомовом имуществе. Поэтому есть такие инциденты, вероятность таких инцидентов. – То есть, это тоже забота управляющих компаний это все устранит? – Есть и такое, что когда это зависит от ресурсов нуждающей компании, когда от центральной теплопункты, к сожалению, не выдают те параметры, которые необходимы для поддержания тех нагрузок, того давления, которое необходимо, чтобы продавить тот теплофекат по многоквартирному дому. – Хорошо, еще звонок, слушаем вас, здравствуйте. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Я съемлено, 43 квартиры живем, мы в доме с 94-го года, и вот наши стояки двухэтажные, ой, двухквартирные дома, и однокомнатные квартиры, двухкомнатные, и однокомнатные. Всегда холодильник, кого бы не вызывали, слесарей, и батареей, и все поменяли, и все равно холодно, мерзнем. – Адрес? – Еще раз адрес, как вы у вас? – Емлено 3А, 43. – Ну, хорошо, я записал, разберемся с управляющей компанией, совместно с СТК, выйдем, посмотрим, в чем проблема, возможно ли решить, в чем проблема по установлению нормативного температурного режима внутри квартиры. – Какая температура все-таки должна быть в квартирах жильцов? – Ну, при наличии отопления, естественно, уже сейчас. – Температура внутри помещения у нас составляет 18-20 градусов в крайних квартирах, то есть, это температура, которая предусмотрена в 354-м постановлении правительства Российской Федерации предусматривает нормативное, значит, комфортное проживание. – Что городские власти намерены предпринять, если вдруг до 1 октября вот в эти названные сроки, да, где уложатся управляющие компании, могут возникнуть, может быть, я не знаю, какие-то технические проблемы, тепло дадут не всем. – Ну, я надеюсь, что все-таки такого не будет. Мы на сегодняшний день ситуация по запуску системы отопления находится под контролем, мы ее отслеживаем, значит, мы ее мониторим в ежедневном джиме, поэтому срывов никаких инцидентов не должно произойти, которые повлияют на запуск системы отопления уже на циркуляцию в полном размере всего города. – Как теплосети в преддверии вот этого отопительного сезона готовили к зиме, какая работа была, провел? – Ну, работы достаточно большие были проделаны, было, во-первых, заменено порядка четырех километров тепловых сетей, в этом году мы сделали две большие работы, это замена трубопровода на улице Малышева, это замена трубопровода на улице Чекистов, работы достаточно серьезные, через данные тепловые сети, которые расположены, которые подвергались капитальному ремонту, снабжается большая часть города, можно сказать, большая доля даже города, это улица Ватутина, Космонавтов, улица Емлина, то есть вот эти все районы питались, ну, соответственно, там 7-8 микрорайон, который обеспечивает надежное теплоснабжение, и которые у нас в том году происходили инциденты на этих участках тепловых сетей. – Все это позволяет надеяться, что аварий в сезоне будет меньше за счет проделанной работы. Спасибо вам за беседу, спасибо телезрителям за то, что вы были с нами сегодня, увидимся на телеканале Евразия, всего доброго. – Субтитры создавал DimaTorzok – Субтитры создавал DimaTorzok – Субтитры создавал DimaTorzok